У Украины по-прежнему слишком мало артиллерии. В лучшем случае она имеет около 500-550 орудий и около 200 реактивных систем залпового огня, против примерно 2500 артиллерийских орудий и более 1000 реактивных систем залпового огня вооруженных сил РФ. К тому же есть проблема отсутствия снарядов для старых орудий советской разработки калибра 122 и 152 мм, а также из-за изношенности стволов и потерь. По данным блога ОРИКС, Украина потеряла 50 единиц буксируемой артиллерии, 51 самоходную артиллерийскую установку и 22 реактивных систем залпового огня. Да, это кратно меньше российских потерь, которые составляют 75 буксируемых гаубиц, 154 САУ и 93 РСЗО. Но у России изначально больше артиллерии и она ее производит. И хотя у россиян могут быть проблемы с производством новых 100С, у них достаточно 2С5 и 2С7, чтобы продолжать терять их такими же темпами еще некоторое время, даже если они испытывают растущие проблемы с заменой экипажа. Восток. Россияне предприняли атаку в районе питомника, но линия фронта не изменилась. Обстрелы Харькова продолжаются. Южнее, в районе Изюма, российские войска пытались вернуть утраченные позиции, атаковав направление долины со стороны Тихоцкого. Возле Северска бои продолжаются за Иванодаревку. Россияне пытались наступать с двух направлений, в близ НПЗ и Спорного. Спорное сейчас контролируют российские войска. Дальше бои вдоль трассы Т-1302 и возле Солидара. В Попасной была уничтожена база наемников Вагнера. Сообщается, что под завалами похоронено большое количество боевиков. Бахмут сильно обстреливают. Российские войска атакуют Яковлевку, но продвинуться там не могут. А вот со стороны Покровского им удалось достичь окраин Бахмута. Судя по всему, битва за город неизбежна. В Бахмуте взорван железнодорожный мост через реку Бахмутка. Российские войска захватили поселок Новоселовка под Горловкой и пытаются продвинуться в сторону Александра Пиля. Боевые действия продолжаются южнее Авдеевки. Россияне пытались продвинуться из района Спартака, но не смогли пересечь трассу М-30 и продвинуться ближе к городу. Продолжаются бои в Песках. Судя по имеющимся кадрам, российские силы контролируют 80% населенного пункта. Украинские войска, вероятно, отступили за трассу М-30. Украинские защитники отразили атаку русских на Павловку. Также появились кадры сбитого российского вертолета К-52 в районе Гуляйполе. Сообщается, что это третий сбитый вертолет за два дня, но кадры есть только одного. Продолжаются взрывы российских складов и припасов в тылу. Вероятно, благодаря ракетам «Хаймерс». Юг. Россияне продолжают попытки выбить ЗСУ с плацдарма на левом берегу Ингульца. Их атака на Лазаве была отражена. Сообщается о обстрелах вдоль всей линии фронта, а также ночных ударах в районе Антоновского моста. Отмечается срабатывание ПВО, а после взрывы на земле, что может означать, что российскому ПВО не удается перехватывать все снаряды. Спасибо за просмотр. Не забывайте поддерживать видео комментариями, лайками, подписка важна и колокольчик тоже будет хорошо. Пока.